Вести Карачаева, Черкесия В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска началась масштабная очистка большого и малого прудов. В картиной галереи музея-заповедника имени Марии Байчорова проходят сразу две выставки. И в Карачаевске проходит открытое первенство Карачаев-Черкесского государственного университета по скалолазанию на открытом рельефе. Далее подробно об этих и других темах. Глава Карачаев-Черкесии Рашид Тимрезов и заместитель министра энергетики России Евгений Горобчак обсудили вопросы развития электросетевой инфраструктуры республики. Евгений Петрович прибыл в Карачаев-Черкесию, чтобы провести заседание Федерального штаба правительства России по обеспечению безопасности электроснабжения по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Северокавказского федерального округа к прохождению отопительного сезона. Как подчеркнул руководитель региона, энергетические компании хорошо включены в повестку о развитии республики. Помимо планомерной работы по подготовке к отопительному сезону, компания Россети ведет активную инвестиционную деятельность по усилению энергетическими мощностями перспективных территорий, в частности наших курортов, заполняемость которых с каждым годом растет. Евгений Горобчак отметил, что подготовка субъектов Северокавказского федерального округа к осенне-зимнему периоду находится на особом контроле и призвал ускорить в регионах работу по передаче бесхозяйных сетевых объектов на баланс энергокомпаний и реализовывать максимально продуманную политику повышения надежности электроснабжения и повышать платежную дисциплину. Северный Кавказ это достаточно непростой регион и подготовка к зиме с учетом большого объема населения, сложных погодных условий, она всегда на особом контроле Министерства энергетики Российской Федерации, Минстроя, Ростехнодзора. Сегодня достаточно откровенно поговорили о всех проблемах, которые есть на Северном Кавказе и наметили пути решения тех застарелых вопросов с недофинансированием, инвестицией в расстроительный сетевой комплекс, со сборами, с платежами, с консолидацией технических организаций, с работой с бесхозяйным имуществом. И надеюсь, вот те решения, которые сегодня были приняты, они, конечно же, улучшат состояние как электростевого хозяйства, так и энергетики в целом и позволят более качественно оказывать услуги, в первую очередь, для населения ресурсоснабжающим организациям. И в продолжение этой же темы, в свою очередь, председатель правительства Карачао-Черкеси Мурат Аргунов доложил, что на сегодняшний день общий уровень готовности жилищно-коммунального комплекса региона к работе в осенне-зимний период составляет 96%. Основная задача на сегодняшний день – это подготовка энергетического комплекса, коммунального комплекса к прохождению осенне-зимнего периода. Я перед ним, Петрович, благодарен, что особое внимание Минэнерту и нашему региону, и в целом Северному Кавказу. Хочу сказать, что достаточно активными темпами у нас идет подготовка с опережением плана, установленных согласно постановлению правительства региона. На сегодняшний день готовность субъекта составляет 96%. Я думаю, до 1 октября она составит 100%. Я примеры приведу. Из 242 котель на сегодняшний день 236 котель у нас готовы. Такие объемы мы в ближайшее время доведем. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи принял участие в работе стратегической сессии в инновационном центре «Сколково», которую провел заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин. Обсуждались стратегические задачи, стоящие перед страной в сфере строительства, ход реализации приоритетных национальных проектов, связанных со строительством, а также механизмы комплексного развития территории. Была также представлена стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Она формировалась в том числе и на основе предложений регионов. А на составшейся встрече главы региона Рашида Тимрезова с министром внутренних дел республики Олегом Мальцевым обсуждены вопросы, касающиеся сферы профилактики преступности и обеспечения безопасности граждан региона. Руководитель республики поблагодарил сотрудников всех подразделений МВД по Карачаево-Чекесе за обеспечение общественной безопасности в дни проведения массовых мероприятий, приуроченных к столетию региона. По словам Тимрезова, со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и сотрудников министерства было обеспечено качественное взаимодействие, слаженная и организованная работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории республики. Праздничные мероприятия смогли посетить десятки тысяч жителей и гостей республиканской столицы, и в дни празднования не было зафиксировано ни одного нарушения общественного порядка. Региональная сеть центров образования цифрового, гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов региона пополнилась сразу 26 новыми отделениями во всех районах республики. «Точки роста» помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки. Для этого они оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологий, основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Всего же в нашей республике сегодня функционируют, как мы уже сообщали, 113 точек роста, а к 2024 году такие центры будут открыты практически во всех сельских школах региона, рассказывает министр образования и науки республики Инна Кравченко. На сегодняшний день такие центры уже работают в 87 образовательных организациях, расположенных в сельской местности. На территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров Черкеска» начались подготовительные работы перед домаштабной очисткой большого и малого прудов. Работы будут проходить в несколько этапов. Прежде всего, это спуск воды, который уже начался вчера. Затем предстоит очистка водоемов от иловых отложений и накопившегося мусора. После этого пруд снова будет наполнен водой. Работы завершатся его зарыблением по всем правилам и требованиям. В ауле Каменомост продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Кубань, который был разрушен напором стихии в прошлом году. Сейчас на объекте уложены железобетонные балки. Строители выполняют все запланированные работы в соответствии с графиком, чтобы своевременно открыть движение по новому мосту, рассказывает главный инженер управления Карачаево-Чекеско-Автодор Моэд Хутов. Единственный вариант, который подходил сюда, это увеличить пролет. Здесь было 14 метров, теперь 28 метров ширина пролетного строения. Мы зашли на массивные части скальных пород, потому что в данном регионе, где мы находимся, здесь у нас андезитовые породы. С ними проблема в том, что буронабивные сваи здесь очень опасно делают. Мы можем расшатать скальную породу, которая может привести к тому, что она может обвалиться. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться. Те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. В лесах республики сохраняется повышенная пожароопасность. По данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на территории Карачао-Чикеси установился третий-четвертый классы пожарной опасности. С начала года на территории региона лесных пожаров не было зарегистрировано, несмотря на то, что пожароопасный сезон на землях лесного фонда Карачао-Чикеси был объявлен с 1 марта. Сейчас продолжает действовать особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Кроме того, продолжается патрулирование лесных участков. В Карачао-Чикесском государственном университете имени Умара Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежития для студентов. Компания по капитальному ремонту вузовских общежитий реализуются в России с сентября прошлого года по инициативе партии «Единая Россия». Информацию комментирует ректор вуза Таусултан Узденов. Мы к концу этого года, к концу декабря, мы должны полностью завершить и отчитаться перед Министерством науки и высшее образование о завершении ремонта. Что касается дизайна наших проектов, это такой очень современный студенческий молодежный проект, итальянский проект был в фасадах или на таком свете. Но они в таком темном свете не останутся. На них будут наложены специальные аппликации из железа, которые будут отражать игра света, тени. Это все будет очень интересно и привлекательно. В Карачаево-Черкесии 14 участников преступного сообщества подозреваются в мошенничестве со средствами материнского капитала, рассказывает начальник пресс-службы МВД по республике Евгения Узденова. Преступная организация действовала на территории республики с 2015 года. В соответствии с отведенной ролью, каждый из сообщников участвовал в систематических хищениях денежных средств у владельцев государственных сертификатов на материнский капитал. Свою противоправную деятельность они вели от имени кредитного потребительского кооператива. Предварительно установлено, что злоумышленники заключали с женщинами фиктивные сделки, связанные с приобретением жилья и получением суд. Затем в территориальные подразделения пенсионного фонда направлялись необходимые документы для получения социальных выплат. Деньги поступали на счета участников преступного сообщества в качестве погашения несуществующих кредитов. Держательницы сертификатов оставались без жилья. На сегодняшний день установлено, что от действий фигурантов пострадало более 30 человек, а общая сумма причиненного им ущерба превысила 20 миллионов рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении 14 фигурантов избраны меры пресечения. В заключении под стражу домашний арест запрет определенных действий. Суд в Карачаево-Чегесе приговорил к 6 годам условно главу крестьянско-фермерского хозяйства по делу о крупном мошенничестве с бюджетными субсидиями. По данным следствия, руководитель фермерского хозяйства предоставил в региональный мини-сельхоз фиктивные документы, якобы подтверждающие, что хозяйство занимается разведением сельскохозяйственных животных. На основании этих документов он получил субсидии, предназначавшиеся для возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей. Общая сумма незаконно полученных выплат составила около 7 миллионов рублей. Житель аула Каменомост Карачаевского района в сети интернет заказал обрезанные доски на 80 тысяч рублей и стал жертвой мошенников. 55-летний мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже обрезанной доски. Мужчина созвонился по номеру, указанному в объявлении, и договорился о поставке товара. Заключив договор, мужчина через мобильное приложение банка отправил 80 тысяч рублей на указанный счет. ЛЖП пообещал осуществить доставку в течение трех дней, однако заказ так и не пришел, а абонентский номер поставщика вне зоны действия сети. МВД по Карачаево-Черкесии обращается к жителям республики быть более бдительными. В любой ситуации необходимо проверять добропорядочность лица, выложившего объявление о продаже, убедиться в благонадежности сайта или иного интернет-ресурса, прежде чем рисковать своими деньгами и отдавать их незнакомым людям. В региональном МВД подвели итоги всероссийской акции «Помоги пойти учиться». В текущем году мероприятие было разделено на четыре этапа. На первом в школу были собраны дети, прибывшие из Луганской и Донецкой народных республик. Вторым этапом охвачены дети, состоящие на профилактическом учете. Третьим – дети и семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья. Ну и на последнем четвертом этапе акции проводился мониторинг посещения несовершеннолетними общеобразовательных учреждений. Всего представители компетентных ведомств посетили около 400 семей. Социальное предпринимательство в последние годы получило существенную поддержку государства, и число социально ориентированных предприятий неуклонно растет. О том, как стать социальным предпринимателем, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Для того, чтобы получить социальный предприятий, нужно получить социальный статус. Социальный статус для этого нужно, во-первых, обратиться к нам в Центр. Мы подскажем, мы дадим перечень документов, которые необходимо собрать и направить в наш Центр. После этого мы это все проверим, где-то подскажем, потому что там есть определенные нюансы, есть определенные требования. И после этого мы отправляем этот пакет документов предпринимателям, мы отправляем в полномоченный орган. Выступает в полномоченный орган, это Министерство экономического развития. Дальше они рассматривают этот пакет документов и вносят решение. Комиссия выносит решение, дать социальный статус этому предприятию или нет. Что дает нам социальный статус, я сразу скажу. Нам это дает, то есть здесь вот, получается, официально это предприятие является социальным. И оно может претендовать и получать меры государственной поддержки. В колледжах Карачаево-Чекесе начались всероссийские проверочные работы. Их напишут более 4000 студентов из 17 образовательных организаций. Как и в прошлом году, написать ВПР предстоит студентам очной формы обучения по программам среднего профессионального образования, поступившим на базе основного общего образования. Речь идет об обучающихся на первых курсах и лицах, завершивших в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов. Сегодня в Хабецком районе пройдет масштабная экологическая акция «Зеленая Россия». Мероприятие с участием трудовых коллективов, волонтеров и неравнодушных жителей муниципального образования проходит в рамках оригинального проекта «Генеральная уборка». Запланирована и посадка саженцев в рамках проекта «Лес Победы». В эти дни в картинной галерее Музея-заповедника имени Марии Байчоровой в Черкесске проходят сразу две выставки художников в объективе Карачаева-Черкесия и Карачаева-Черкесия в творческом наследии художника Павла Гречишкина, приуроченный к вековому юбилею региона. Так, на выставке в объективе Карачаева-Черкесия посетители смогут увидеть характерные типажи, жители различных населенных пунктов, бытовые и производственные сцены, образцы хозяйственного инвентаря и техники, другие стороны жизни республики. А на второй выставке Карачаева-Черкесия в творческом наследии художника Гречишкина представлены репродукции ста оригинальных картин и этюдов заповедных мест нашей республики кисти Павла Моисеевича из фондов Ставропольского государственного музея-заповедника. Экспозиция передана в дар Карачаева-Черкесии от Ставропольского края в честь празднования 100-летнего юбилея республики. Выставки продлятся до 26 сентября. В Архизе подвели итоги восьмого этапа чемпионата России по велоспорту. Самыми быстрыми среди мужчин стали Никита Мартынов из Московской области, Кирилл Миллер Тюминской области и Владимир Гороховик, представляющий велоклуб Минска. Среди юниоров первыми финишировали Савелий Лаптев из Казахстана, Лев Емельянов из Свердловской области, Никита Цветков – спортсмен из Москвы. Кроме того, президент Федерации велоспорта Карачаева-Черкесии Азамат Кубанов вручил желтую майку лидера Артему Ныч. Напомним, маршрут многодневной гонки проложен по территории четырех регионов Северокавказского федерального округа. Общая протяженность этапов – 910 километров. В частности, в Карачаево-Черкесии прошли седьмой и восьмой этапы чемпионата. Спортсмены соревновались на маршрутах Черкесск-Домбай и Домбай-Архыс. Ну и последняя информация. В Карачаевске проходит открытое первенство Карачаево-Черкесского государственного университета по скалолазанию на открытом рельефе. Более трех десятков участников, среди которых и парни, и девушки, должны будут преодолеть две трассы на сложность и скорость высотой около 15 метров. Это примерно четыре этажа. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В горах местами плюс 16-21, в Черкесске без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. А столбик террометра поднимется до отметки плюс 29. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства телефон для справок 8-878-2-26-36-32. Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия